Международный аэропорт Катманду имени Трипхувана, гражданский аэропорт, находящийся в 5,56 километра в восточном направлении от столицы Непала Катманду. Количество терминалов – 2. В Катманду код аэропорта ИАТА – КАИТМ. Почтовый адрес – Air Traffic Controller – Гашар Непал. Аэропорт Трипхуван закрыт с 12 часов ночи до 3 часа ночи по местному времени. Телефон дирекции аэропорта – плюс 977-1-47-39-85 Телефон для справок аэропорта – плюс 977-1-48-59-73 Факс – плюс 977-1-47-41-80 Е-мейл – планстатсобакатьюэрпорт.ком Официальный сайт аэропорта – www.тьюэрпорт.ком.нп Ознакомившись с онлайн-табло аэропорта Катманду Трипхуван HTTPSA под дефисонлайн.ру, можно получить сведения о самолетах, времени прилета и вылета, номере рейса, перевозчики, пункте отправления и статусе. Время прилета рейса в аэропорт Катманду указано местное. Возможно отображение с небольшим опозданием. На автобусе. Прямо из аэропорта на комфортабельном автобусе из зоны прилета за 40 рупий звездочка можно доехать на Ратна-парк станцию. Есть другой вариант. Выйдя из аэропорта, повернуть направо. Пройдя через стоянку такси, дойти до кольца. Продолжить движение в том же направлении вдоль дороги. Дойдя до автострады Ринг-Род, подойти к остановке и ожидать автобус. Проезд по Ринг-Род до Ратна-парк. Расстояние – 5,5 километров, обойдется в 25 рупий звездочка и займет 20 минут. До Ратна-парк можно добраться и через Синаман-Галарди. Расстояние – 6,6 километра. Начальная точка – тот же Ринг-Род. Дорога займет 25 минут. Стоимость проезда – 30 рупий звездочка. На такси. Стоянка такси находится у выхода из аэропорта справа. Проезд до столицы может обойтись в 400-600 рупий звездочка за 15 минут. Есть вариант дешевле, но это – шарет-кар. Это значит, что в машину будут подсаживать попучиков. Еще один из способов подешевле – это на выходе повернуть направо и идти в зону прилета Арревал. Там высаживают приезжающих в аэропорт и можно занять освободившуюся машину за более низкую оплату. В Непале торг уместен практически во всем. На арендованном автомобиле. Связавшись с аэропортом по указанным выше телефоном, можно договориться об аренде автомобиля. На собственном авто. При передвижении на собственном автомобиле расходы будут складываться из цены на бензин и стоимости парковки. Один литр бензина в Катманду стоит в среднем 100 рупий звездочка. Час стоянки на организованной парковке будет стоить тоже около 100 рупий звездочка. Трансфер от отеля. Если жилье забронировано, то условиями, предоставляемыми отелем, может быть предусмотрен бесплатный трансфер от или до аэропорта. При необходимости, желательно заранее, нужно обсудить возможность предоставления этой услуги с администрацией отеля. Важно, трансфер предоставляется только один раз, или в аэропорт или из него. Аэропорт Бали в самом Катманду передвигаться по городу и его окрестностям можно при помощи автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, вело и моторикш, такси. Основной городской транспорт – это автобусы. Цена проезда в них – от 15 до 25 рупий звездочка в зависимости от конечного пункта назначения и степени комфорта. График движения не соблюдается. LocalBus – самые дешевые. Тарист Minibus – туристические микроавтобусы посовременнее, проезд в которых в половину дороже, чем в LocalBus. Тарист Soach – современные машины с кондиционером, проезд в которых стоит в 2-3 раза дороже, чем в LocalBus. Распространены ночные автобусные рейсы, они стоят дороже дневных. Билеты на туристические автобусы можно приобрести в турагентствах, на остальные – в кассах автовокзала. Важно, в оживленный период билеты лучше бронировать за несколько дней до выезда. Всегда нужно помнить, что цены на проезд тоже могут быть предметом торга. Немного удобнее передвигаться на маршрутных такси. Маршруты оплата – от 4 до 10 рупий звездочка – нестабильны, зато могут останавливаться по требованию пассажира. Плата за услуги такси по городу – NPR 200-250 звездочка, до Тамиля, в районе 400 непальских рупий звездочка, до Паттона, в районе NPR 800-1000 звездочка, до Будаха, в районе 400 непальских рупий звездочка. Вело или моторикши могут доставить в любую точку. Оплата договорная. Их услуги могут хорошо подходить для коротких обзорных экскурсий. Аэропорт Шри-Ланка. Рядом с аэропортом оборудована бесплатная парковка. Аэропорт Сейшелы. Аэропорт Непала-Катманду небольшой, все сервисы на виду, везде стоят указатели, так что в схеме нет необходимости. Здание аэропорта приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Туристы могут воспользоваться следующими услугами – багажные тележки, бесплатно, камеры хранения, упаковка багажа, комнаты матери и ребенка, стойка информации для туристов, кафе, закусочные, магазины сувениров, магазины дьюти-фри, почта, банк, пункты обмена валют, банкоматы, пункт скорой помощи, VIP-зал, рассчитанный на 30-40 мест для проведения конференций. Wi-Fi – условия предоставления, стоимость, пароли от закрытых сетей. В здании аэропорта есть возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi. Пароль от него – Уимокос. Отели в транзитной зоне. В двух километрах от аэропорта расположен один из самых престижных отелей – Дворикас. Оформлен в стиле культурного наследия долины Катманду. В распоряжении туристов бассейн, рестораны и бары. Отель Дворикас построен в стиле и по мотивам дворцов Неварских королей. В номерах отеля, окруженных роскошью, оборудованных кондиционером, телевизором, гостиной зоной, ванной, душам путешественники будут чувствовать себя очень комфортно. Кроме того, в их распоряжении профессиональные массажисты СПА-салон. Примите к сведению. О времени приезда можно не беспокоиться, регистрация здесь круглосуточная. Стоимость проживания от 20 200 рублей звездочка за одну ночь. Парковка бесплатная. У бюджетных туристов хостел Дармитери Непал, 5 километров от аэропорта, пользуется наибольшей популярностью. Оформлен в колониальном стиле. В комплекс предоставляемых услуг входят бесплатные Wi-Fi и парковка. Очень кстати придется прокат велосипедов или автомобилей, заказ трансфера до, от аэропорта Трипхуван. Регистрация круглосуточная. Утром предлагают традиционный непальский завтрак. Койко место обойдется в районе 4 евро звездочка в сутки. Чуть комфортнее и дороже Френдшип Хостел, предлагающий двухместные номера, проживание в которых обойдется в 7 евро звездочка за ночь. Гостей приятно удивит расположенный на крыше ресторан с садом. Бесплатный Wi-Fi, ванные комнаты, телевизор, гостиные уголки. Предоставляются услуги экскурсовода, прачечной, камеры хранения. Можно заказать трансфер до, от аэропорта, воспользоваться прокатом автомобиля. Двухзвездочный отель Маринха Пи Ви Ти. ЛТД находится в Катманду, доступ и боднатах, около 2,7 километра. Гости могут безо всякой оплаты пользоваться Wi-Fi, трансфером. В их распоряжении бар, телевизор. Можно позавтракать, выбрав блюдо из меню. Регистрация, как и везде, круглосуточная. Стоимость от 1674 рублей, звездочка за одну ночь. International Airport является базовым для многих непальских авиакомпаний. Здесь базируются самолеты таких компаний, как, Agni Air, Nepal Airlines, Bad Air, Gorg Airlines, Nepal Airlines, CTA Air, TAR Air, ET Airlines. Звездочка информации актуальна на май 2018 года.